Добрый день дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine и в этом выпуске мы поговорим об аддоне флагманской, мне бы даже сказал о скороносной серии сигар Олива, об Олива серии Ви Меланио Мадуро и конкретно о витолог Фигурада, которые приехали ко мне из магазина Пура Сигар. Давайте зажжем! Не устану повторять, что Олива серия Ви это замечательные сигары. Именно с сигар-якорной серии начались мои теплые отношения с никарагуанскими сигарами в каком-то сильно далеком году. В свое время серия Ви заслуженно получили щедрую порцию мировой славы. Потом появились серии Ви Меланио и собрали, наверное, все возможные сигарные награды и покорили все существующие сигарные рейтинги. Став флагманской серией от Табакалера Олива де Никарагуа. Но главное, они покорили сердца Хьюмидора и сигарных офисионата во всем мире. Витола Олива серия Ви Меланио Робуста и Фигурада по популярности могут конкурировать с любым из мировых сигарных фаворитов. И они наверняка занимали бы почетные места в зале сигарной славы, если бы такой существовал. Вет в якорной серии Олива серия Ви Меланио появилась в 2012 году и это был первый релиз после длительного молчания Олива. Меланио – это имя патриарха семьи Олива. Меланио Олива – кубинского ведера, заложившего семейные сигарные традиции, начав выращивать табак в Пинарде Лирио еще в конце 19 века. Очевидно, в сигары, носящие это имя, надо было вложить опыт и знания всех предыдущих поколений. И у Олива, судя по всему, это отлично получилось. Спустя год после появления серии Ви Меланио стали анонсироваться релизы в Мадуро, но не спеша, практически по одной Витоле в год с перерывами. До выпуска Олива серии Ви Меланио Мадуро Фигурада добрались лишь к концу 2019 года, то есть спустя 6 лет после выхода первой Витолы Мадуро, которой была сигара в формате торпеда. В своем сердце серия Ви Меланио Мадуро – это все тот же выдержанный никарагуанский табак, который используется в базовой серии Меланио. Принципиальным отличием стало использование в качестве покровного листа великолепного мексиканского Сан Андрес Мадуро. Витолы Фигурада – это букспрессит сигары размером 16,5 см на RG52, имеющие сужение с обоих концов. Внешне все выглядит аккуратно, покровный лист темный, ровный, хитинистый, с легким маслянистым блеском. Аромат покрова сладковатый, с тонами кедра и сырой кожи. Есть тут не очень приятная история с акцизными марками, наклеенными сзади, прям поверх двойных бантов. Но лучше уж так, чем вообще без сигар. Скрутка у сигар довольно плотная, тяга тоже, но для Витол с сужением на ножке это вполне нормально. Тарт мягкий, древесно-лакристый. Набор пекарских пряностей, хорошо чувствуется бадьян, позже появляется привкус темного шоколада. Дым довольно быстро набирает плотности и крепости. Аромат дыма приятный, мягкий, даже утонченный, пряносигарный. Но нет этого плотного сладко-орехового напора, который я ищу в сигарах олива. Все хорошо, но как-то слишком ровно и спокойно. В начале второй-трети сигара остается пряной, но все же в общем тоне акцент смещается на темный шоколад и крепкий эспрессо. Постепенно во вкус сплетаются землистые ноты и появляется легкая перечная острота. Аромат все такой же мягкий, пряный, но теперь в нем появилась легкая сладость. Уровень крепости довольно ровный, чуть выше среднего. В последний третий кофейный акцент усиливается. Темный шоколад неплохо играет на контрасте с пряной остротой. Временами появляется привкус жареных семечек подсолнечника. В аромате дыма легкая сладость принимает очертания сладкой выпечки. Появляются едва заметные оттенки ореха. Уровень крепости практически не меняется. Бесспорно, очень хорошая сигара с мягким ароматом умеренной крепости. И вот все здесь именно что умеренно. Все ровно, хорошо, спокойно и умеренно. Словно кто-то, желая сделать сигару, которая понравится максимально широкому кругу курильщиков, побоялся наделить ее собственными узнаваемыми чертами характера. Без проигрышная сигара, но без блэкджека и драйва. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх и делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine. Субтитры подогнал «Симон»!